Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшние гости нашей программы побывали на Всероссийской встрече католической молодёжи в Казани. О том, как проходила эта встреча, они нам сегодня расскажут. Вы не первый раз участвуете в молодёжной встрече. Можете сказать, чем эта встреча в Казани отличается от всех остальных? Каждая встреча отличается чем-то от предыдущей. Что мне понравилось в этой встрече, присутствовали все епископы, в том числе и архиепископы. Вот эта встреча была такая многочисленная, удалось пообщаться с молодёжью со всей России. Программа отличалась, например. Делились на группы, в группах обсуждали разные темы, занятия, священники проводили. Первый день мы обсуждали слово «надежда», а второй день — упование на Бога. И вообще встреча вся проводилась под словами «уповайте на Бога живого». Что эти слова значат для вас? «Уповайте на Бога живого». «Упование» и «надежда» — это слова, тесно связанные друг с другом. Ощущать, что Бог тебя не оставит. Знать, что именно Бог, только Бог тебе поможет. И рассчитывать только на свои силы — это многого не даст. Без помощи Бога ничего не бывает. Просить у Бога помощи, принимать волю Божию, когда случается что-то и так далее. Какие вопросы актуальны для католической молодёжи сегодня? Вот в третий день мы как раз делились на шесть групп. И вот первая группа — это группа для призваний была. Вот вторая группа — это семья. Третья группа, например, добровольцы либо волонтёры. Там ещё группа — это монашествующие. И вот кого что интересовало, для кого что было актуально, те туда и шли, и слушали. Ну, тоже супружество. Тяжело молодёжи найти себе спутника жизни и так далее. Призвание, как почувствовать, что действительно у тебя призвание к монашеству или ещё к чему-нибудь. А какие открытия для своей христианской жизни вы сделали на этой встрече? Встречи всегда дают заряд энергии на будущее. И благодаришь Бога за то, что Он послал тебе эту встречу. Я на этой встрече увидел то, что я не один такой, то, что нас много, то, что мы по всей России. И это помогает. Много таких молодых людей, которые также живут там, ну тоже там христиане, пытаются по заповедям жить. Что-то изменилось в вашей жизни после этой встречи или у вас самих? У многих людей бывает, что надежда теряется. И вот как раз была вот тема «Надейтесь на Бога». Что не всегда наша воля совпадает с волей Бога, и надо просто отдаться Богу, довериться. Вот я вот приехала со встречи и начала уже ко всем проблемам просто проще относиться. Значит, так надо, значит, на это воля Божья. И я надеюсь, что будет намного лучше так, как Ему угодно. Вот встреча закончилась, вы вернулись домой, а есть какое-то продолжение этой встречи уже дома? Ну вот мы общаться все лучше стали, вот кто ездил, вот наша группа в Новосибирск. Если раньше мы не так дружили приходами, то сейчас мы познакомились и лучше узнали друг друга. А что на этой встрече вам больше всего запомнилось? Вот в последний день было выставление святых даров, адорация. И целый вечер было поклонение, и мы молились, епископы, они разошлись по комнаткам, и весь вечер можно было исповедаться у любого епископа. Запомнилась музыка, музыкальное сопровождение. Там было такое оригинальное музыкальное сопровождение. Там целый ансамбль ударники, там электрогитара, песни, такие мотивы протестантские. Как-то необычно было на встрече католической молодежи такое слушать. Как раз в последний вечер группа Кана играла, и вот заключительная песня. И когда все затихло уже, вся музыка почти, то все люди, которые оставались в зале, они взялись за руки и сделали большой круг, и мы начали молиться. Это вот тоже настолько сильно было и тоже объединяло.